МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенние ярмарки в Пружанах – это большой торт и большой праздник. Кругом все, чего душа желает. И почти волшебные впечатления, и великолепное настроение. Все нравится? Весело. Ярмарка шикарная. Отлично. Все устраивает, все хорошо. Угода радует, настроение шикарное. Все веселые, все замечательные. Вот все впечатления. Все купим. Что-то, может, и ненужное купим, но купим в радость. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осенняя ярмарка в Пружанах всегда имела особенность. Ее ждут. Все есть в магазинах, многое можно купить через интернет. Но у людей сохраняется желание идти на ярмарку. Традиции. Это просто традиции. Люди приходят не просто купить какие-то овощи, капусту, морковку, свеклу. Но они приходят встретиться друг с другом. В этом году большим спросом пользуется капуста. Хороший урожай получили на личных подсобных хозяйствах. Есть морковки, свеклы и картошки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отдельной большой площадкой разместили свою продукцию фермерские хозяйства и подворья. Выбираем помидоры очень дешевые. Очень. 5 рублей это совершенно. Так, тебе больше любую? Очень приятно. Какую выбираете? О, Саша, давай эту на веса. Ну, сегодня торговля очень хорошая. Народу много. Берут помидоры, все, и перец, и свеклу. Свекла пользуются спросом. Здесь ваш ряд? Да, да. Это жена моя, это отец. Аспект фермерских производств разнообразнейший. От семян и саженцев до винограда разных сортов. Грибы, орехи, фасоли, многое другое, чего душа желает. Это уже активное участие обычных жителей со всего района. В итоге центр города по улице Советской возле исторических белых лавок заняли ярмарочные ряды. Сегодня мы с 6 утра. Мы с 6 утра здесь. И скажу, что в 7 часов уже начали подходить люди, спрашивать цены, уже что-то покупать. Только идет хорошо. У нас свекла, столовая морковь и капуста. В основном капуста у нас средне-поздняя. Поэтому как бы вот она вот сейчас на соление, на квашение, на салаты вообще в идеальное идет. Донести овощи до машин покупателям помогают ребята в униформе БРСМ, учащиеся Пружанского аграрно-технического колледжа. Мы помогаем людям носить тяжелые грузы, мешки, капусту, все остальное. Тяжело, наверное, носить мешки эти и сеточки? Нет, не тяжело. В принципе, наоборот, в радость помогать людям. Ярмарка как зеркальное отражение достижений в государственном секторе сельхозпроизводства – уверенная положительная динамика. В целом по району, по стоимости валовой продукции, по валовому производству к уровню прошлого года, при плане 104%, уже по итогам 9 месяцев, имеем 108%. То есть есть у нас плюс по животноводству, там 103,9%, по растеневодству, 117%. Большой рост, то, что мы получили в 2022 году, на 30 тысяч тонн больше валов сбора зерновых и зернобобовых культур, на 7 тысяч тонн больше рапса. В этом году просматривается у нас в два раза больше валовый сбор яблок. Поэтому положительная тенденция, мы это будем все дать и будем все это над этим работать. Получается, что у вас все в динамике? Да, все в динамике. Зерно нового урожая привезли на ярмарку из открытого акционерного общества «Агрокалядичи». Его в этом году в хозяйстве намолотили много – 10 762 тонны. Кроме того, как выполнили госзаказ, более чем достаточно и для нужд собственных, и для продажи. Ну, пошло с полужару, потому что прежде чем продавать, мы провели, как водится, исследование, посмотрели, по какой цене предлагается товар на рынке, сделали более низкую цену, и он пользуется спросом. Хотя рынок не всегда предсказуем. Вот в прошлом году не пошел ячмень, а полагали, что его берут больше. Где-то подсевают на огородах, на участках, ну и на корм тоже скоту берут. В этом году взяли поровну ячменя и пшеницу. Ячмень ушел сразу. Сразу забрали. Вот и угадай. Да, вот не угадаешь. Постоянное оживление возле павильона открытого акционерного общества «Журавлиные». Мясная продукция сельхозпредприятий давно известна и людям нравится, потому как сродни домашней. Барш, мясо, колбаски, несколько видов. Колбаски домашние, колбаски и гриль, которые можно прийти домой и приготовить на гриле. Мы привезли свою выпечку, привезли свои яблоки, привезли свою маринованную капусту. То есть все, что можно угостить покупателей, то и привезли. Торговля идет у нас хорошо. К нам пришел наш покупатель, который знает продукцию «Журавлиного» и которому нравится продукция «Журавлиного». Все радует, только пришли, вот любуемся. Идем за сыром и маслом. Покупаем местную продукцию. Да, белорусская наилепшая. И правда, белорусская наилепшая продукция местного кружанского молочного комбината по качеству и вкусовым свойствам убедительное доказательство. Можно попробовать сыр «Честертон». Очень вкусный сыр, натуральная добавка, душистый горошек. Можно попробовать у нас сыр «Тыквин». Тыквенные семечки. Здесь не присутствует никаких ароматизаторов. Это натуральная добавка. Тыквенная семечка, очень полезная. Есть сыр «Грюнваль». У нас срок выдержки 3 месяца этого сыра. Например, этот сыр «Месяц» – это 3 месяца. Очень вкусный сыр. В ярмарке запутствует культурно-развлекательная программа. Самодеятельные артисты приехали со всего района. «Народное аматорское объединение Новоселковского дома культуры». На «Кермаш» не могли не приехать. Ни как без нас. Каким может быть «Кермаш»? Без нас. Мы ничего никогда не пропустим. Областные «Кермаши», районные. Польша были. Республики были, правда, другим составом. Нашему коллективу уже больше 40 лет. Мы подтвердили звание недавно свое народное. Но это у нас уже четвертый состав. Тремаемся по культуре. И стараемся заховать те песни миновиты, которые пелись на местовом диалекте. «Коню, вороному, коню, вороному на крылу стелимся!» Ямарка все равно как волшебная территория. Есть все – оранческой птицефабрики «Яйца», Пружанского райагросервиса «Мед» и не только райагросервиса. Есть домашняя выпечка к радости детей, много сладостей и много красивых, просто невообразимых изделий, как свидетельство, насколько богат Пружанский край народными мастерами и что традиции народно-прикладного искусства живут. Большой выбор товаров промышленных и не только производителей местных. К нам на ярмарку любят ехать, отмечают организаторы. Сами не знаем почему, хотя понятно. Пружанская ярмарка – это активный спрос и весело. «Отдельная территория владения Пружанского райпо с торговым рядом и с импровизированным кафе под открытым небом». Торговля в Пружанском райпо сегодня идет успешно. Ярмарка сельскохозяйственная. Основной упор у нас – торговля сельскохозяйственными овощами и фруктами. Но помимо этого, мы на этой площади предоставляем еще торговлю кондитерскими изделиями, мясными полуфабрикатами и кулинарной продукцией собственного приготовления. Это у нас шашлыки и продукция белорусской кухни. В этой палатке традиционная продукция – у нас кондитерские изделия. Это у нас свой кондитерский цех при предприятии общественного питания. Мы занимаемся там и выпуском и полочных, и кондитерских изделий, которые представлены сегодня в широком ассортименте. В рамках ярмарки также прошло награждение победителей в районном конкурсе «Дна, а лучшее подворье». Очень красиво, нам все нравится, здорово. Хороший праздник сегодня! Замечательный! Вот кота купи! Погода не подвела, люди вышли, замечательное солнышко. Все шикарно, все отлично, но надо расширяться. А почему бы и нет, если есть возможности и есть желание следовать добрым традициям. Анатолин ты, земля, наша богата, Людям танчишь и святать, в кожи денег свято. Ой, гуляй, душа, святам ульбаша! Людям танчишь и святать, в кожи денег свято. Ой, гуляй, душа, святам ульбаша! Людям танчишь и святать, в кожи денег свято. Субтитры подогнал «Симон»